привет меня зовут светлана на календаре 4 февраля 2022 года и вы на моем вышивально-развлекательном канале свет вышивки сегодня программе согласно традиции сложившейся на канале первая часть видео будет посвящена вышивки итогам недели финишу первой части картины и двум стартом один из которых вторая часть нашей известной картины а во второй части видео вновь состоится заседание нашего теперь уже светского клуба вам на рассмотрение я предложила название светский созвучное с названием канала свет вышивки которая в свою очередь взяла свое название от имени автора канала светлана предложение было принято рассмотрено и утверждено самими членами клуба как одобрительными отзывами так и молчаливым согласием возражений не последовало одним словом принято было решение единогласно так что друзья всех членов клуба поздравляю с названием светский но вернемся непосредственно в клуб прошлое видео было посвящено тайне смерти ивана грозного а сегодня путешествуя по истории мы прикоснемся к странице посвященной матери грозного правителя елене глинской среди сумрачных воспоминаний ивана о детстве и отрочестве мать бывали не единственным светом но пока перейдем к первому пункту нашей программы к вышивке друзья хочу познакомить вас со вторым процессом стартануши на этой неделе это круг клейтона называется у новички зимой размер схемы 140 на 140 производитель хэритаж вышиваю я нитками дфмс на конве аиде 14 каунта да друзья все мои работы выполнены на аиде того или иного каунта мне так удобно так проще мне работать я еще не созрела к новым достижениям к испытаниям равномерок я не пробовала ни разу на них вышивать не знаю как ну я вижу что девочки смело работают с основами с такими красиво и хорошо получается ну у меня это еще впереди пока я останавливаюсь и работаю на аиде ну вот друзья как вы видите я вышивала небо вышито уже 2290 крестиков это 13 с половиной процентов вышивала я вечер воскресенье и по моему немного вышивала в понедельник работа летит можно сказать большие участки зашиваются одним цветом поэтому до вышивается повторю легко и непринужденно и мне очень нравится результат ну хотелось бы пару слов сказать о сюжете да почему овечки зимой дело в том что ну буквально недавно я смотрела сериал и новые старые пересматривала дважды которые называются о всех созданиях больших и малых да сняты по книге джеймса хэритона кстати это его псевдоним настоящее имя его джеймс альфред уайт вот и это английский писатель и ветеринар книги написаны друзья с огромной любовью и тонким юмором очень интересно он описывал свою практику которую он проходил дело в том что детские юношеские годы будущий писатель проводил глазга где он получил начальное образование и окончил ветеринальный колледж но вместо ветеринара в то время получить было сложно существовал явно избыток специалистов однако джеймсу повезло его взял к себе помощником дональд синклер прототип зигфрида фарнона к тому времени опытный ветеринар и знаток лошадей из города тирск в йоркшире вот здесь и началась практика джеймса здесь прошли его зрелые годы здесь он начал писать книги о животных здесь же он женился на джоан кэтрин здесь родились его дети сын джеймс и дочь розмари вот так друзья сериал книги ну бесподобные друзья я рекомендую к просмотру такая забота о животных показана желание им помочь и все это как я уже говорила сопровождается юмором показаны разные характеры героев всех как они уживаются друг с другом очень интересно наблюдать за развитием сюжета в сериале ну надеюсь так же интересно будет вам наблюдать и за развитием процесса овечки зимой Джона Клейтона ну вот так а теперь я приглашаю вас перейти к основному процессу который я вышиваю который называется любимая мелодия ну вот друзья повторюсь да я вышиваю картину любимая мелодия по схеме разработанной артелью белый кролик который в свою очередь схему разработали по картине итальянского художника Евгению Эдуарду Зампиги размер схемы 576 на 420 стежков 200 цветов использовано в работе 102 из них бленда я вышиваю крестиком два сложения нити нитки ДМС использованы в работе и работаю я на конве Аиде 18 каунта и так друзья пока перед нами превью хочу рассказать вам где мы с вами сейчас находимся если мы разобьем с вами картину на три части по вертикали то ура у нас друзья хорошая новость финишировала первая часть картины которая называется Джузеппе вот он голубчик все окончено первая часть и стартанула на этой неделе вторая часть картины которая называется роза роза и мы находимся с вами в верхней левой части ой да в верхнем левом углу второй части картины вот так то есть захватываю я вышиваю сейчас ситечка но в начале друзья мне хотелось бы вставить включение о финише как это было ну а затем перейдем к вышивке ну вот друзья сегодня второе ноль второе двадцать второго двадцать два часа двадцать две минуты и случился долгожданный финиш первой части картины которая называется Джузеппе голубчик дорогуша все точка поставлена как вы помните ну я постараюсь вставить все таки фотографию как было выглядела работа на начало недели как выглядит сейчас оставалось мне вышить нижний правый угол две тысячи по моему двести около того крестиков и вот финал долгожданный все готовы лапки урябы полностью плиты все готово сейчас буду рассупунивать нашего Джузеппе снимать со станка и следующий эпизод уже будет представлен процесс так как он выглядит на сегодняшний день то есть полностью первая часть картины ну вот друзья перед вами финиш первой части картины любимая мелодия которая называется Джузеппе вот он наш голубчик перед вами 42 процента выполнено работы в крестиках 102 тысячи 400 вот такая многоцветка красивая очень мне нравится результат потрясающий потрясающий сейчас ближе чуть поднесу вот он наш голубчик Джузеппе ой какая лучезарная улыбка сколько тепла в ней чувств доброты бесподобной помню как камин вышивала и были большие участки которые вышивались одним цветом а потом пошло абсолютно многоцветия во всем помню для меня в этой части было три открытия это сковородка вон она прям в глубине камина висит я ее не видела на картинке затем курочка хамелия которая маскировалась успешно под кувшинчик и я ее обнаружила только когда стала вышивать и рябушка своей истории о золотом яичке вот такая первая часть картины с такими сюрпризами тайнами загадками и открытиями потрясающий результат я не нарадуюсь друзья ну вот мы подошли с вами к старту второй части картины которая будет называться розочка вот такая прелестная девица красавица к ней мы и приступим старт днем ну все друзья следующее выключение будет старт второй части увидимся по по итогу за неделю было вышито три четыре пять пять двести девяносто крестиков это две двести девяносто на клейтоне и три тысячи на мелодии четыреста пятнадцать старт и остальные крестики завершили первую часть картины вот так друзья ну что теперь можем перейти ко второй части видео настраиваемся на нужный лад друзья нас ждет историческое путешествие по ходу я постараюсь вставлять картинки смена которых будет сопровождаться звуковым эффектом да так что отправляемся в путешествие елена глинская 1508 1538 год мать царя Ивана Грозного елена глинская умерла 4 апреля 1538 года смерть наступила в результате отравления что доказывают и результаты патологоанатомической экспертизы останков великих княгинь из некрополя кремлевского воскресенского монастыря в костях елены было обнаружено высокое содержание мышьяка и ртути показательно и то что похороны вопреки христианскому обряду состоялись не на третий а на второй день после кончины вероятно поспешность была вызвана состоянием тела усопшей при отравлении ядом в состав которого входит ртуть тело начинает очень быстро распухать и чернеть на похоронах елены скорбели и отчаянно плакали только двое ее возлюбленный Иван Овчина и ее оставшийся сиротой малолетний сын будущий царь Иван Грозный судьба матери великого человека не всегда судьба воспитательницы правление Елены Глинской предваряло эпоху царствования ее сына и она пока могла сберегала для него государство и власть защищая от грядущей смуты Увы великая княгиня ушла из жизни когда сыну было всего семь лет возможно это и сыграло роковую роль в судьбе и характере государя как знать останься Глинская жива мы бы не читали леденящие истории про свирепые казни и пронзенных копьями пленников долгожданный первенец Елена Глинская происходила из литовско-русского рода сербскими и татарскими корнями мать Анна Стефановна дочь сербского воевода Стефана Якшича отец князь Василий Львович Глинский в 1508 году в ответ на предательство князя Михаила Львовича который во время русско-литовской войны перешел на сторону Москвы Глинские были высланы и с разрешения Василия Третьего поселились в России им были пожалованы города Ярославец и Боровск Елена в 18 лет вышла замуж за 48-летнего Василия Третьего Это был уже второй брак великого князя и совершенно ненужный в глазах родовитого московского боярства Елена считалась безродной к тому же ее дядя Михаил Галинский сидел в тюрьме не за измену Но это не остановило Василия женившегося лепоты ради ее лица и благообразия возраста наипаче же целомудрия ради Елена писала и писала по-латыни да к тому же была весела нравом всем этим Елена ярко выделялась на фоне жен московских бояр за что и была нелюбима последними Василий Василий был влюблен и счастлив чтобы понравиться невесте он даже сбрил бороду и сменил традиционные царские одежды на модный в Европе польский кунтуш наряд довершали красные сапоги с загнутыми носками стоит подчеркнуть для начала шестнадцатого века такой поступок считался аморальным и безрассудным а вот первенца супругам пришлось ждать долго Елене никак не удавалось забеременеть два года царь посещал русские монастыри раздавая милостью и молясь отча до рождения долгожданный сын появился на свет двадцать пятого августа тысячу пятьсот тридцатого года в час рождения наследника престола по словам летописцев была сильнейшая гроза природа неистовствовала через десять дней младенца крестили в Троице Сергиево монастыре мальчик был наречен именем Иоанн в честь Иоанна крестителя Василий оказался трогательно заботливым отцом до нас дошло пять его писем к Елене с большим беспокойством он интересуется о состоянии здоровья первенца и дорогой супруги советуют ей как поступить в случае болезни Ивана просит обязательно сообщать о малейших недомоганиях а вот кремлевская элита так и не полюбила худородную умную и заносчивую Елену сразу после рождения сыновей Юрий родился в ноябре 1531 года к несчастью глухонемым и слабоумным бояре стали распускать слухи о том что их отец князь Ивановчина Телепнева Боленский в прошлом воевода в 1531 году он получил чинок кольничего а в 1533 был пожалован высшим званием конюшево великого князя став фактически главой боярской думы в декабре того же года умер Василий третий Елена осталась вдовой с малолетними детьми на руках по завещанию царя к Ивану был назначен опекунский совет из состава боярской думы есть основания полагать что ни Елена ни Ивановчина в него не вошли прекрасно понимая что регенты будут действовать в своих корыстных интересах а вовсе не в интересах сына властолюбивая Елена приняла решение бороться за власть она обладала сильным характером к тому же была бесстрашна и самоуверена не прошло и трех недель после смерти венценосного супруга как вдова открыто приблизила к себе возлюбленного здесь вставлю картинку где дядя Михаил Глинский слева пеняет Елене на то что у вдовы не должно быть фаворита Ивановчина в центре именно это решение приблизить к себе возлюбленного и привело ее к гибели она стала ненавистна не только боярству но и простому народу и никакие добродетели реформы и успешная внешняя политика не могли смягчить нарастающей ненависти к худородной Углинской увы не было времени остановиться и заглянуть во мрак русской души ей надо было защищать престол своего горячо любимого сына и она билась за него как левица до последнего вздоха в Успенском соборе Москвы митрополит Даниил по настоянию Глинской поставил малолетнего Ивана Васильевича великим князем Так закончилось едва успев начаться детство Ивана Теперь вся его жизнь была подчинена церемониалу и в ней не осталось места детским забавам Мальчик давал аудиенции послам присутствовал на торжествах уже через несколько дней после смерти отца принимал официальные грамоты от крымских гонцов и сам в знак особого расположения подавал им чаши с медом Елена не имевшая права посещать заседание Боярской думы каждый раз старалась отправить туда сына быстрее повзрослеет быстрее начнет вникать в суть государственных дел мальчик невольно оказался игрушкой в руках корыстолюбивых бояр-опекунов наиболее влиятельными среди которых были Василий и Иван Шуйский ненависть к ним Иван пронес через всю свою жизнь через много лет в послании князю Курбскому Иван напишет когда по суду божьему отец наш великий государь Василий тленное сие мимолетное земное царствие оставил родительница наша благочестивая царица Елена в бедном вдовстве осталась как бы окруженная пламенем пребывая то от иноплеменных языков то от вас изменников но никто ничего не сумел Бог заступился и причистая Богородица и родителей наших молитвами и благословением среди сумрачных воспоминаний Ивана о детстве и отрочестве мать была едва ли не единственным светом закрепив за сыном право на власть Елена перешла к следующему решительному шагу менее чем за год в тюрьме оказались Михаил Галинский и еще несколько видных князей включая старшего брата Василия Третьего Юрия следом та же участь постигла и младшего брата Василия Третьего Андрея Ивановича Старецкого его схватили и уморили в тюрьме его удел ликвидировали расправившись с оппозицией потенциальными претендентами на престол Елена объявила себя единственной регеншей и соправительницей при малолетнем Иване Молодая женщина не достигшая еще и 30-летнего возраста рьяно взялась за реформирование денежной системы Она начала с ликвидации права удельных князей на чеканку вела единую для всего государства монетную систему Тогда же появилась и самая мелкая ставшая самой популярной денежная единица копейка Георгий Победоносец на обратной ее стороне был изображен не с мечом как на других монетах а с копьем отсюда название копейка серебряный рубль стал равняться ста копейкам по указу Глинской фальшивомонетчикам и обрезчикам монет лили в рот олова и отрубали руки В результате реформы была создана единая система денежного обращения государства на протяжении последующих веков претерпевавшая различные изменения но в целом сохранявшая единство и устойчивость денежная система достигла нового качественного экономического и технического уровня что имело большое значение для активизации внешней торговли прежде всего с европейскими странами ведение государственной монополии на чеканку монеты позволило государству получать дополнительный доход использовавшийся для погашения экстренных расходов в частности строительство крепостей в 1530 годах и финансирование многочисленных военных операций во второй половине 16 века кстати первый настоящий металлический рубль был выпущен в царствование Алексея Михайловича через 120 лет после реформы Елены Глинской взялась Елена и за реорганизацию местного самоуправления все хозяйственные дела из ведения наместников были переданы губным старостам и излюбленным головам находившимся в подчинении у Боярской думы в том же 1535 году было завершено строительство каменного Китай города а уже в следующем началось строительство и укрепление города по границе государства заложены новые города а еще нужно было решать внешние проблемы в феврале 1534 года лектовский князь и польский король Сигизмунд начал войну с Россией Елена Глинская предложила Сигизмунду заключить мир на базе перемирия заключенного в 1522 году после предыдущей русско-литовской войны и продлевавшегося в 1526 и 1532 годах однако Литва в расчете на внутренние смуты и бессилия правительства в период малолетства наследника престола надеясь отвоевать у русского государства потерянные ранее земли объявила ему в феврале 1534 года ультиматум с требованием вернуться границам 1508 года после того как ультимату был отвергнут Великое княжество литовское начало боевые действия расчет литовского правительства на быструю победоносную войну не оправдался война становилась затяжной и приносила большие потери королевская казна была пуста экономика литвы понесла большой ущерб от русских рейдов дворянское ополчение собиралось плохо с другой стороны от войны сильно пострадали западные окраины русского государства особенно северщина в этих условиях враждующие стороны начали осторожно искать пути к примирению наконец следует подчеркнуть компромиссный характер перемирия 1537 года впервые за полувековой период русско-литовских войн ни одна из противоборствующих сторон не приобрела решающих выгод соглашение 1537 года зафиксировало определенное равновесие Литва оказалась не в состоянии вернуть утраченные территории а Москва временно прекратила попытки новых захватов принадлежавших великому княжеству славянских земель устойчивость этого равновесия была подтверждена впоследствии неоднократным продлеванием перемирия вплоть до начала Ливонской войны тем не менее смерть энергичной царицы не вызвала сочувствия в обществе в летописях не говорится о плаче всенародном которым обычно сопровождались похороны русских государей месть сына уже на шестой день после смерти Елены в тюрьму попал ее возлюбленный Ивановчина которого там и умертвили была сослана в монастырь его сестра воспитательница мальчика графена обоих схватили и увели на глазах уплачущего кричащего Ивана в постниковском летописце обнаруживается сообщение об освобождении опального боярина Юрия Дмитровского бояр дворян и детей боярских Андрея Старицкого из заключения освобождены и возвращены ко двору князья Андрей Михайлович Шуйский и Иван Федорович Бельский им в первую очередь была выгодна смерть Елены и Ивана Овчины сам Иван Грозный впрочем считал первым заговорщиком против матери и расхитителем царской казны Тучкова боярина сторонника партии Бельских Место опекуна после смерти Елены занял князь Василий Васильевич Шуйский женившийся на двоюродной сестре Ивана IV Анастасии Петровне и таким образом породнившийся с царской семьей Шуйские праздновали победу и не обращали внимания на то как взрослел обездоленный монарх Между тем час расплаты был уже не за горами Мальчик брошенный опекунами на произвол судьбы взрослевший в атмосфере интриг и жестокости скоро отомстит за смерть матери и за свои обиды всему миру вот так друзья пишите комментарии мне очень интересно ставьте лайки дизлайки я желаю всем мира здоровья и всяческого благополучия а на сегодня все пока пока до сих пор